Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. В борьбе с одной из самых страшных и распространенных болезней и раком у самарских онкологов появилось новое оружие. Модернизированный линейный ускоритель. Специалисты заверяют, больше таких аппаратов в России пока нет. Самарский онкодиспансер с рабочим визитом посетил глава администрации Олег Фурсов. Подробности в нашем сюжете. На одном таком аппарате в онкоцентре сейчас проходит лучевую терапию 112 пациентов. Линейный ускоритель работает практически без перерыва. Это новое уникальное оборудование из Америки. Самара – первый российский город, где появилась такая установка. На всю Европу подобных аппаратов насчитывается всего 20. Уникальное оборудование совмещает в себе сверхмощный ускоритель и компьютерный томограф. Это быстро по сравнению с тем оборудованием, которое стояло на месте этих аппаратов. Во-первых, это короче время облучения за счет того, что современное оборудование. Они ничего не чувствуют и чувствуют себя комфортно. Во-первых, ведется видеонаблюдение. То есть мы видим пациента на экране и в пультовой. Ежегодно в Самарском онкодиспансере получают лечение в общей сложности более 18 тысяч человек. Выполняется до 13 тысяч операций. Постоянно внедряются новые технологии, методы лечения и диагностики рака. Сотрудниками одного из самых современных онкоцентров в Европе встретился глава администрации Самары Олег Фурсов. Он рассказал, новые технологии сегодня внедряются и в городе. Благодаря реформе местного самоуправления меняется структура городской власти. В сентябре пройдут выборы депутатов в районные советы. Администрации районов получат дополнительные полномочия и обретут большую самостоятельность. Будет формироваться бюджет на уровне района. Для того, чтобы были источники формирования бюджета, предусмотрено два вида налогов, которые передаются в районы. Это земельный налог 10% и имущественный налог 50%. У главы района будет заинтересованность в сборе этих налогов. Позитивные изменения, на которые взяли курс городские власти, уже заметны. Так, в текущем году значительно пополнился парк городского общественного транспорта и спецтехники. Удалось найти эффективный способ борьбы с недобросовестными управляющими компаниями. Не сбавляет своих темпов ремонт и реконструкция дорог. Олег Фурсов подчеркнул, будет продолжена работа и по увеличению доходной части бюджета. Появление власти на местах будет способствовать более эффективному распределению средств. Марина Матвеевшина, Павел Пресняков, События. Полтора десятка улиц в разных районах Самары комплексно отремонтируют в этом году. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова, сезон работы в 2015-м стартовал значительно раньше обычных сроков. И соблюдение графиков находится под постоянным контролем. В ремонт, средства на которые выделили из областного и городского бюджетов, войдет замена бордюрного камня, благоустройство тротуаров и работы на проезжей части, в том числе нанесение разметки. Эти работы уже сделаны на Пугачевском тракте в Куйбышевском районе. Несколько минут и проезжая часть становится безопаснее. Полосы движения четко разграничены, знак пешеходный переход дублирует зебра. Разметку на Пугачевском тракте нанесли практически сразу после ремонта дороги, которого здесь не было несколько десятков лет. Был отремонтирован участок проезжей части общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Для этого использовали асфальт на граните. Он уже успел зарекомендовать себя как надежное покрытие. Разметка также выполнена с использованием новейших технологий. Разметка наносится термопластиком с добавлением стеклянных стеклошариков для улучшения светоотдачи в ночное время суток. Термопластик, естественно, у него более долгий срок эксплуатации. В рамках заключенного контракта с использованием термопластика на самарских улицах нанесено более 30 тысяч квадратных метров дорожной разметки. В бюджете Самары на обеспечение безопасности дорожного движения на 2015 год предусмотрено порядка 77 миллионов рублей. Большая часть средств на разметку. Для комфортного движения транспорта работы ведутся исключительно в ночное время. Автолюбители долгожданное обновление радуют. По их словам, состояние дорог в Кубышевском районе и в целом по городу улучшается. Начали делать, это видно, молодцы. Взялись за дороги, конкретно взялись. Хорошая дорога, ровная, нигде не трясет. Очень приятно, комфортно. Особенно ночью, когда все, подсветка работает на дороге. Ясно видна разделительная полоса. Хорошо. Благодаря тому, что дорожные работы в 2015 году начались по Самаре значительно раньше, многие проекты уже находятся на завершающей стадии. Соблюдение графиков на постоянном контроле руководства города. В целом, за счет средств областного и городского бюджетов до конца года восстановят улицы в разных районах Самары. В том числе, Ульяновскую, Рабочую, Земница, Шестаковича, Мариса Тереза, Антонова Овсеенко. Работы также затронут более 140 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов. Вместе с проезжей частью приводят в порядок прилегающие территории – тротуары, бордюры, газоны. Валерия Макарова, Павел Баймаков, Максим Гусев. События. По обновленным улицам на новой технике в Самаре проходит тестирование белорусского трамвая «Метелица». Если испытания пройдут успешно, город закупит несколько десятков таких машин. Транспортные средства требуют определенных доработок, которые производители обещают воплотить в жизнь. Полтора миллиарда рублей на обновление транспортного парка Самары за последние 20 лет – рекордная сумма. В преддверии Чемпионата мира по футболу столица региона закупит трамваи и троллейбусы нового уровня – комфортабельные, с кондиционерами и розетками. Например, такой, как белорусский трамвай «Метелица». Он уже несколько месяцев проходит испытания на территории города. У нас запланировано приобретение 20 трамваев в этом году через субсидирование со стороны федерального регионального бюджета. Поэтому трамваи будут приобретаться, безусловно. Ваш трамвай нравится, как уже было отмечено, и водителям, и пассажирам отзываются. Ряд конструктивных улучшений, которые возможно будет осуществить, насколько я понял из выступления господина Массара, они возможны. Поэтому, конечно, есть возможность участия, наверное, в этом конкурсе. Белорусская фирма «Производитель» предлагает Самаре приобрести трамвай с большими скидками, как верному и многолетнему партнеру. Кроме того, белорусы рассматривают возможность строительства в Самаре ремонтной базы. Наша компания старается присутствовать во всех регионах и странах, куда поставляет свою технику. Таким образом, мы можем организовать рабочие места. Мы заинтересованы иметь здесь обученные кадры, способные обслуживать и налаживать технику. Если белорусская компания победит на конкурсной основе, уже к Новому году в Самару могут доставить комфортабельные машины, которые будут экономить электроэнергию и, соответственно, бюджетные деньги. Айгуль Заганшина-Мариана, Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Очередную разливайку закрыли в доме 159 по улице Гагарина, чего очень ждали местные жители. Но во дворе еще много нерешенных проблем по благоустройству. Их активисты озвучили на общественных слушаниях в рамках проекта «На связи с губернатором». Нет рюмочной, нет и ее посетителей. Возле дома номер 159 по Гагарина стало гораздо тише. Однако, куда больше жителей волнует состояние их двора. Этим летом здесь начали благоустраивать детскую площадку. Завезли песок и сделали дорожки. Жители беспокоятся, успеют ли закончить площадку до конца лета. У нас по проекту здесь должна быть стоянка, детская площадка, игровые, все. Но вот, как видите, за полтора месяца почти ничего не сделали. Вот одни дорожки, вон угловую площадку. На общественных слушаниях по вопросам благоустройства района взяли на карандаш озвученные проблемы и напомнили о том, чего уже добились. Например, ремонт сквера Чехова. Эту инициативу жителей поддержал Общественный совет микрорайона Слободской. Все обращения фиксируют, потом их передадут районным властям и депутатам. От начала обозначения проблемы до ее решения, вот этот срок намного сокращается. Я считаю, что своевременные инициативы, люди должны поверить в то, что власть есть, власть заботится о народе и власть для народа. Ну и в основном даже я бы сказал так еще, что народ должен почувствовать, что он и есть сам власть. Местное самоуправление – система эффективная только тогда, когда сами жители неравнодушны к судьбе любимого города. Только в тесном взаимодействии с властью, считают общественники, можно сделать жизнь в городе еще более комфортной. 13 сентября жители выберут депутатов в районные советы, которые смогут оперативно решать вопросы на местах. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Создание безбарьерной среды для инвалидов – огромная социальная работа, проводимая на территории Самары. В каждом уголке столицы региона люди должны чувствовать себя комфортно и иметь возможность учиться, работать, отдыхать. В поселке Прибрежный силами общественного совета удалось облегчить жизнь молодому человеку в инвалидной коляске. Самодельные пантусы позволяют выходить на улицу. Для Антона Чиванова возможность выйти на улицу – не пустяк и совсем немалое дело. Долгое время это было настоящей проблемой. Чтобы вывести инвалидную коляску с третьего этажа, нужно было четверо. Теперь достаточно двух помощников. Молодой человек обратился в общественный совет микрорайона Прибрежный. Дело не стали откладывать в долгий ящик и своими силами установили пандус. Свободный доступ на улицу – это всегда плюс, чем дома сидеть в четырех стенах. Было бы неплохо, если была бы на улице спортивная площадка. Выйти на свежем воздухе, позаниматься, отдохнуть с друзьями. В маленьком поселке Прибрежный проживает еще несколько инвалидов-колясочников. Во всех подъездах для людей были установлены пандусы. Чтобы помочь инвалиду, не нужно больших денег, нужно подойти к проблеме с умом и просто хотеть ее решить, говорят в общественном соете микрорайона. Во-первых, эта компания не разовая. Мы не хотели это делать вот так, на показательный план, допустим. Это начало нашей работы, начало нашего совета. Теперь появляется так. Ну, на более качественный уровень хотят. Где-то надо, ну, вот есть дорожка не совсем удачная на парусной 30. Власть просит, ну, видимо, ее подчинить каким-то образом. Пока лето еще люди с ограниченным движением могут выходить на улицы. Это пока сегодня. Но теперь появляется вторая задача для этих людей. Значит, просьба о трудоустройстве. Просьбу о помощи в поиске работы взяли на карандаш и обещали даже в маленьком поселке найти подходящие вакансии для людей с ограниченными возможностями передвижения. Именно такой близкой и оперативной должна быть власть в рамках реформы местного самоуправления. Следующий ее шаг – выборы в районные советы депутатов, в которые войдут активные люди труда. Команду «Созидание» самарцам предстоит сформировать 13 сентября. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Собачья трагедия с душком в буквальном смысле, которая разыгралась в микрорайоне «Крутые ключи», взволновала весь город. Самарец запер в квартире двух крупных собак и уехал на три недели в неизвестном направлении. Когда одна из собак не выдержала голодной пытки, а сотрудники МЧС оказались бессильны, волонтеры поняли – рассчитывать можно только на себя. Марина Матвейшина подробнее. Чудом выживший пес по кличке Корвин постепенно приходит в себя. Питание получает только внутривенно, с помощью лекарств устанавливает работу почек, печени и желудка. Истощенную голодом собаку привезли защитница животных Надежда Вишневской несколько дней назад. Привезли в ужасном состоянии, ужасный жуткий запах от него трупный. Мы его отмыли, скупали, привели так немножко в божеский вид. Пес очень худой, голодный. Почти три недели две собаки были заперты в квартире в микрорайоне «Крутые ключи». Одна не выдержала голодной пытки, другая тоже могла погибнуть, если бы не местные жители. Они сами вызвали ли пса из голодного плена, наняли подъемник, закинули в открытое окно одеяло, и собака по нему пробежала прямо в руки спасителей. Я просто вообще не о чем не думала, просто хотела спасти Корвина, вот и все. Соседи забили тревогу за несколько дней до операции спасения, когда почувствовали неприятный запах из квартиры. Вызвали полицию и МЧС. Все заглянули в окно, но взламывать дверь сказали, не имеют права. В квартире не мертвый человек, а всего лишь собаки. Хозяин квартиры все это время дома не появлялся. Участковый тут МВД, все ему начали звонить о том, что у него собака одна умерла, одна уже на грани. Ничего страшного, не мешает, приеду, уберу, выкину. Его это не напрягло, никак не беспокоило. 25-летний Александр Петухов, владелец квартиры, весной подобрал дворового пса Корвина на улице. Погибшего далматинца ему доверили знакомые, пока сами решали квартирный вопрос. Соседи говорят, с животными он обращался очень хорошо. Большие нервы. В общем, этому человеку мы доверяли. Никак не ожидали, что вот так вот все получится. Узнали сами от третьих лиц. Это для нас очень большая трагедия на самом деле. Потому что это практически, это не животное, это член семьи, это как ребенок. Особенно для Севы. Человек, который ее в четырехмесячном возрасте приобрел. Сейчас Александр Петухов перестал выходить на связь и удалил свои аккаунты из всех соцсетей. Волонтеры написали обращение на имя генерала-лейтенанта Солодовникова, чтобы на горе хозяина завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Сейчас они собирают подписи. А спасенного корвина планируют забрать хозяева умершего пса. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Энергоэффективность, энергосбережение, энергоресурс. В областной столице прошла конференция для главных инженеров и руководителей технических служб крупных предприятий. Столичные специалисты встретились с энергетиками из Самарской и Саратовской областей и рассказали, как в два раза сократить затраты на энергоресурсы. Сжатый воздух. Без него не может работать ни один заводской станок. Чтобы уменьшить затраты на этот дорогой ресурс, эксперты советуют, нужно устанавливать энергосберегающее оборудование. Каждый винтовой компрессор способен вернуть обратно потребителю до 75% энергии, которую он потребляет. То есть мы можем превратить его в тепло, то есть используется на отопление, то есть подача горячей воды, то есть что особенно в России это актуально. В условиях импортозамещения специалисты рекомендуют закупать оборудование у российских поставщиков. Прибор, в отличие от зарубежных аналогов, быстро доедет до места назначения, а монтаж, ремонт и обслуживание выйдут в разы дешевле. На сегодняшний день аналогов, наверное, в нашем оборудовании не существует, ну если сравнивать с российскими производителями. Во-первых, мы используем в основном сейчас импортные, комплектующие, но так как идет программа импортозамещения, на всем нашем оборудовании, например, можно комплектующие импортные заменить на отечественные в любой момент. О передовых разработках сотрудникам промышленных предприятий рассказали на конференции «Энергоэффективность, энергосбережение, энергоресурс», которая в Самаре прошла впервые. Вскоре она состоится в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. Васильки, маргаритки, незабудки. На этих выходных Самара погрузится в цветочное царство. Конкурс на лучший ландшафтный дизайн, интерактивные площадки и праздничный концерт. До фестиваля цветов остались считанные дни. Готовность цветочной арены парка «Дружба» проверил первый заместитель главы администрации Виктор Кудряшов. «Земля смеется цветами», – сказал однажды философ. В Самарском парке «Дружба» смех тысяч цветов разольется специально для жителей города. Десятки ландшафтных композиций, искусственные клумбы и, конечно, концертная программа. Главной темой фестиваля в этом году станет 70-летие Великой Победы. Готовность парка «Дружба», в котором цветочный рай воцаряется уже второй год подряд, проверил первый заместитель главы администрации Виктор Кудряшов. По его словам, большая часть работ уже сделана. В этом году организаторы удивят даже самых искушенных гостей праздника. Для юных самарцев – особая программа. Мы объявили конкурс костюма. Сейчас уже очень большой ажиотаж. Я знаю, в наших образовательных учреждениях, по крайней мере, оттуда идет такая информация. Шьют дети костюмы, посвященные тоже каким-то цветам, растениям. Ожидается порядка 500 участников. Это достаточно много. Будет парад этих участников. Я думаю, что это будет такой вот яркой, что ли, особенностью этого фестиваля. До 2014 года фестиваль цветов традиционно проводился в Труковском саду. Теперь его новый дом – парк дружбы. Со своими площадками на главной цветочной арене гостей познакомят представители всех районов Самары. Горожане уже в предвкушении чуда. Цветочные ароматы, говорят, кружат голову. Поставь в квартире букет, и то радость какая-то, и счастье. А когда подарят тебе, тем более. Вечером петуни такой запах дают, ну не постоянно, а так вот приятно сидеть. Прошлый год я была здесь, я же рядом живу. Красиво, ой, как красиво, мне очень понравилось. И каждый уголок газона был украшен отдельно районом. Прям замечательно. В прошлом году фестиваль цветов посетили более 30 тысяч человек. На этот раз организаторы ожидают не меньше. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Всего вам доброго и до встречи. Те, кто откликнулся на предложение сладкой жизни от банков, теперь обеспечивают сладкую жизнь этим банкам. Но у банкиров сейчас времена не очень. Кризис, будь он, не ладен. В общем, снижение ключевой ставки Центробанка, которое традиционно должно было повлечь за собой удешевление кредитов, не дало нужного результата. Банкирам при растущих рисках снижать ставки становится невыгодно. На фоне все большего ужесточения требований к заемщикам, не исключено, что банки и вовсе будут сворачивать некоторые виды кредитования. К примеру, Альфа-банк уже отказался от потребительского кредитования в ряде регионов. В дальнейшем банк будет сворачивать региональную сеть, сокращая количество филиалов и офисов. Россияне стали чаще брать микрозаймы. По итогам второго квартала этот сегмент кредитования вырос на 33,8% или на 6 миллиардов рублей. По данным на 1 июля 2015 года, микрофинансовые организации выдали жителям страны свыше 50 миллионов рублей. Из них чуть меньше половины пришлось на небольшие суммы в пределах 14 тысяч рублей, которые люди обычно берут, чтобы протянуть до зарплаты. Еще одной заметной тенденцией второго квартала стал значительный рост просрочки по займам до зарплаты. Доля кредитов с просрочкой увеличилась с 17,18% до 27,73%. Граждане, вы с ума сошлись занимать под 900% годовых? С 22 по 23 августа в Крыму пройдет фестиваль «Золотая гроздь винограда», на котором туристы смогут поучаствовать в дегустации винограда, авторских вин и продукции крымских винзаводов. Так руководство полуострова пытается привлечь больше туристов. Фестиваль будет проходить в селе Вилино Бахчисарайского района. В нем примут участие виноделы из ближнего зарубежья. Помимо дегустации туристов ожидает авиашоу, театрализованное представление о развитии виноградарства и виноделия от античности до наших времен, а также мастер-классы по приготовлению сармы, устриц и виноградных улиток. Все здорово, только отдых в Крыму уж больно небюджетный получается. Российский фондовый рынок открылся незначительным изменением котировок по отношению к основной торговой сессии пятницы. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1674 пункта. В лидерах роста Московская биржа, Акрон, НЛМК, Сбербанк, Мегафон и Мечел. В аутсайдерах акции МВД, Уралкалия, Новотека, РДР Русала и бумаги Аэрофлота. К открытию торгов в России сложился нейтрально-позитивный внешний фон. Европейские индексы продемонстрировали смешанную динамику. Биржи Соединенных Штатов закрылись снижением. Курс доллара на 5 августа 62,91 рубля, курс евро 68,99 рубля, золото стоит 2210 рублей за грамм, серебро стоит 29,41 рубля за грамм, цена нефтемарки Brent 50 долларов 44 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Первая российская хоккеистка уедет играть в женскую НХЛ. Самарская теннисистка гастролирует по международным турнирам. Четверо самарских легкоатлетов бегают за медали на чемпионате России. В Чебоксарах стартовал чемпионат России по легкой атлетике. За Самарскую область бегают четверо спортсменов. Светлана Рогозина на 400 и 800 метров. Максим Ухов готов стать чемпионом на 200 метровке. Анастасия Николаева уверенно чувствует себя на 100 метров с барьерами. Валерия Храмова в той же дисциплине, только дистанция в 4 раза длиннее. Победа на чемпионате страны обеспечит спортсменам отбор на чемпионат мира, который состоится в конце августа в Китае. Конкуренция за путевку в Пекин серьезная. На старт выйдут почти 800 атлетов. Анастасия Павлюченкова с бакинского турнира, где она не попала в финал, улетела в США разыграть теннисный призовой фонд чуть более 200 тысяч долларов. В Вашингтоне Самарченко стартовала с победы. Павлюченкова в двух сетах с одинаковым счетом 7-6 переграла словачку Магдалену Рыбарикову. Следующая соперница Анастасии – Белинда Бенчич из Швейцарии. Контракт с женской национальной хоккейной лигой подписала лидер сборной России Людмила Белякова. Сейчас она проходит тренировочные сборы в команде Нью-Йорк Райвитерс. Чтобы попасть в американскую профессиональную лигу, россиянка в четырех контрольных матчах набрала 11 очков. А начинала Белякова играть в хоккей за северную звезду, где забивала по пять шайб за матч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова